Ом Ти Ви Юей про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сначала срочні новости. Марк Фегін, добрый вечер. Ваше мнение по военной операции в Газі. Знак вопроса. Главный выигрыш получил Саудовская Аравия. Ну, ошибка какая-то. Зайти в Газу. Что было нужно? Виход на море для прокладки газопровода в Европу. Ну, вот смотрите. Во-первых, рано говорить о последствиях военной операции в Газі. Потому что она, как вы знаете, возобновилась после того, как были обмен произведен. Не передача заложников. Ещё раз подчеркиваю. А обмен. Вот я вот вижу, что часто, значит, происходит подмен понятий. То есть, вот почему-то считается, что, соответственно, ну, вот, типа, за перемирие отдали каких-то заложников. Это не так. Там был обмен, понимаете? Обмен на палестинских заключённых. И вот, соответственно... Я прошу прощения, меня просто отвлекают. Тут бывают какие-то срочные дела. Это бывает так. Так что не обессудьте. Так вот. Этот обмен был произведён. Что касается выгодоприобретателей. Ну, смотрите. Москва частично оказалась выгодоприобретателем от всей этой ситуации. По той простой причине, что, значит, она отвлекла на какой-то момент и даже переориентировала внимание, раздвоив его, Запада в части поддержки, поддержки Украины. Да, и об этом открыто говорилось, потому что надо было заниматься Израилем. Действительно, конечно, многие считают, что есть основания предполагать, что Саудовская Аравия, которая находилась в переговорах с Израилем, и по поводу газопровода, и по поводу вообще признаний, и по поводу других вопросов, она-то как раз вынуждена была взять паузу, поскольку не могла открыто поддержать Израиль в этой операции. Но, смотрите, как всё очень мягко проходит. Не произошло чего? Не возникло региональной войны. Чего так опасались Соединённые Штаты, да и Израиль, и все другие страны, и в том числе Персидского залива Королевства, поскольку просто-напросто, если бы началась полноценная полномасштабная война в регионе, то на всех проектах можно было бы поставить крест. Ну, просто вопрос так сформулирован, как и что выиграла Саудовская Аравия. Если я правильно понимаю, что военная операция, по итогу, она даёт той же Саудовской Аравии возможность продолжить переговоры с Израилем, если в этом контексте я правильно понял ваш вопрос, то да, безусловно, эти переговоры будут продолжены. Сейчас это уже очевидно. Вопрос стоит только, как быстро будет уничтожен Хамас. Мы сейчас говорим об уничтожении Хамас как о структуре, как организации. Мы такое в истории видели, так сказать, и представить, что Израиль всё-таки справится с этой задачей, вполне возможно. Останутся люди, которые могут пополнить ряды нового Хамас, новой организации. Это да, это никогда не закончится, пока у этого не возникнет терминальное решение. Либо палестинский народ, палестинская автономия превратится в государство и прекратит воевать с соседом, или же просто палестинцы перестанут жить в этой территории. Такое тоже возможно, и все катастрофические прогнозы здесь тоже уместны. Никто бы не хотел второго, но такое возможно тоже. Сейчас вот часто говорят о резолюциях конца 60-х годов, которые дают возможность освободить территории со стороны Израиля. Но напомню, что освобождение этих территорий ведёт к передаче того же сектора газа Египту. Я что-то не очень понимаю, как можно в той резолюции вернуться, поскольку Египет, собственно говоря, находился на этих территориях. Так что разговоры о том, что освобождение само по себе должно обеспечиваться резолюциям, каких-то ООН, которые уже давным-давно мёртвая организация. Но это смешно, потому что Израиль освободил эти территории. На секторе газа находилась полноценная автономия, независимая. Никакого присутствия израильского там не было. Но, тем не менее, пришло всё к тому, к чему пришло. Поэтому, на самом деле, я всё-таки считаю, что выгодоприобретателям от этой истории Москва не будет слишком долго. Сейчас в западной прессе, если вы видите, просто какие-то победные реляции в пользу того, что Путин уже победил Украину. Ещё раз хочу признать, я уже в предыдущих эфирах об этом говорил. Это преждевременно. Это преждевременно. Ничего ещё Путин не выиграл. Никакого поражения Украине не носено. И все эти алармистские, а зачастую провокативные прогнозы и заявления, они либо исходят от Москвы, либо от полезных идиотов, как бы невольно работающих на Москву. И об этом тоже нужно говорить. Но давайте повернемся всё-таки до того, что пише за экономист. Там была очень интересная история, я даже это процитую, про то, что Антону Дарбовичу пропонували... До речи, я не процитую. Антону Дарбовичу там в статье пишут, что пропонували посаду заступника министра, но он отказался, и Дарбович написал, что это не правда. Мне не пропонували посаду заступника министра. Мне пропонували посаду министра. Вот такая... Но он отказался, действительно, и вернулся до лав своего подраздела, где сейчас и служит. В целом, я хочу сказать, что намагание с этой статьей сделать что-то новое, но в Украине всё про это знают, на Заходе всё это понимают. И тут виходит Стефанчук и говорит, что всё это не правда. Вси, кто подиграют этому, это подиграют российской пропаганды. Вси, кто говорят про конфликт, все, кто говорят, что есть конфликт, это всё на руку Москве. И тут заявляется Марьяна Безугла, ноунейм, отверто до 2019 года, которая стала депутатом от «Слуги народу» президентской фракции, которая приходит в парламент. Ей дают очолить комиссию к вагнерівцам. Дуже тонкие и болючие питания для Офису президента. И она делает всё для того, чтобы сталося так, как хочет Офис президента. Это показывает её взаимозвязок с Офисом, это показывает, что она делает всё, как хочет. До речи, мне рассказывали люди, как она хотела бы выкликать Зеленского на комиссию. И кто-то в Офисе президента, даже не уявляю, кто это может быть. Покликал ей Одессе и сказал, что с Глузду съехала. Завели хлебало и мовчки. И она говорит, так, 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 Андрей Борисович, не знаю, кто это может быть, но и пошла. Ну, бывает такая история. А вот, и, до речи, она обещала вызвать на комиссию Зеленского. И никак это не сталося. Дива таки. Но потом она является сейчас, и снова человек от президентской партии, которая показывает, что она не чужая Офису, делает заяву, что Залужный замовил это интервью. До речи, интересно, Залужный может замовить интервью только за экономист, или может замовить еще Деда Мороза, например, или Святого Миколая, чтобы он приехал особо-то, справедливо. Или может он замовить Добру погоду, или может он замовить еще что-то. Ну, я не знаю, ну, потому что, когда представник президентской партии каже такие речи, въязвляються два запитания. По-перше, навіщо вона це робить, а, по-друге, кто даёт ей вказки. Потому что, если бы с ней кто-то не погоджировался, была бы заява от фракции. Давайте отверто. От заява от фракции, Рахамя сказал, что это особистая позиция Марьяны, фракция не погоджуется, это особистая позиция еще кого-то. Сегодня Подоляк, до речи, очень интересно сказал. Он сказал, что это позиция, мы не можем указать, у нас демократия. От каже депутат, что хочет. Ну, я понимаю, я бачил, как депутат Евгений Шевченко, тоже которого президент привел в парламент, сейчас предлагаю, до речи, накласти санкции на украинскую правду, а еще предлагаю в своем тиктоте про российские наративы. О, запаковані, очень красиво про российские наративы. Это не демократия, это немного другая. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До встречи Продолжение следует...